Добрый день! Мы продолжаем курс «Системный анализ развития народа Израиля». Со мной в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день! Сегодня у нас урок номер 14 «Немцы Моисеевого закона». Мы рассмотрим такие подтемы «Участие евреев в строительстве Второго Рейха», «Сама ненависть как признак распада нации» и «Пророчество о катастрофе». Участие евреев в строительстве Второго Рейха в 1871 году произошло объединение Германии, и евреям были дарованы права, мы уже с вами говорили о таком явлении, как эмансипация. Это явилось, естественно, началом и новым витком в ассимиляции евреев, вхождение евреев в немецкое общество и построение Второго Рейха. Они, конечно же, не предвидели, что через буквально 50-60 лет это, естественно, будет как железный молот, который вернётся к ним и даст очень сильный удар. Мы говорим о катастрофе. Одним из таких самых мощных деятелей, промышленник был Вольтер Ратенау. Он был, кстати, министром иностранных дел Германии. Он заложил полностью, обеспечил военную мощь Третьего Рейха. Так вот интересно отзывался о нём Альберт Эйнштейн, который близко его знал. Он говорил так, что он, то есть этот Ратенау, он ощущал себя евреем, мыслил интернационально и был одновременно, как, впрочем, многие одарённые еврейские интеллектуалы того поколения, влюблён в прусачество с его юнкерами, с помещиками и милитаристскими проявлениями. А сам Вольтер Ратенау говорил так, что «Оставаясь евреем, забудь, что ты еврей и стань истинным немцем». Поэтому я назвал так урок «Немцы и Моисеевого закона». Показательно, что, несмотря на это всё, он был убит нацистами, правыми экстремистами. И, в принципе, одна из немалых причин – это была, конечно, антисемитизм. Чем больше евреи пытаются быть немцами, тем получается, что это всё оборачивается против них. Кстати, интересно, что во время Первой мировой войны более 100 тысяч еврейских офицеров и солдат служили в армии, это огромное количество. процент, если можно верить данным, около смешанных браков был на то время где-то около 50%. Это речь идёт с 1921 по 1927 год. Статистические данные дальше было, наверное, ещё больше. И последняя информация, что когда проиграли уже в 1918 году Первую мировую войну, то, естественно, немцы пришли к таким выводам, что большинство немцев пришло к выводам, что не внешние силы победили Германию, а внутреннее предательство коммунистов и евреев. Вот к вам вопрос. Почему получается такой парадокс, что чем больше евреи пытаются доказать свой патриотизм, тем больше их ненавидят? То есть откуда это вообще? Это естественно. И этот парадокс живёт всё время. Потому что, опять-таки, я говорю, мы, еврейский народ, состоим из двух корней. Животный корень в нас, он готов солидаризироваться и раствориться во всех народах мира. А духовный корень, он требует своей реализации, но мы его глушим. И поэтому получается, что мы находимся как бы сами в двух корнях, в двух совершенно различных плоскостях, желая быть физически с другими народами, среди которых мы живём. Ну, в данном случае, допустим, с немецким народом. Мы переняли его культуру, мы подхватили её, мы внесли огромный вклад в развитие немецкой культуры, не желая замечать, насколько нас не любят, ненавидят, отталкивают, презирают. Действительно, и в армии, и в науке, и в философии, в финансах, в политике было огромное количество евреев, которые участвовали в возрождении Германии. Причём надо учитывать, что Германия, в отличие от остальных стран Западной Европы, как ни странно, она же ведь была разобщена, это же были отдельные земли, графства, которые были довольно-таки недружественно относящиеся друг к другу. И поэтому и здесь ещё, возможно, не до конца исследованный этот вопрос, насколько евреи способствовали объединению этих германских земель в XVIII веке, чтобы Германия в итоге к середине XVIII века, чуть позже даже, почувствовала себя или провозгласила себя объединённой. Интересный факт, что причём эта ненависть, она была в общем к евреям. То есть, допустим, даже тот же Гитлер, я уже не говорю про всех его сподвижников, у них было к некоторым евреям хорошее отношение. То есть, есть очень много данных, информации, что там очень близкие люди к Гитлеру, включая его телохранителя, с которым они там ещё раньше начинали, дружили и так далее, и так далее. То есть, и даже есть данные, когда он лично давал какое-то помилование каким-то евреям. То есть, как бы ненависть была в общем к евреям. Но это исходит из естественной природы человека, еврейства, человечества. Далее, следующий вопрос – это самоненависть как признак распада нации. То есть, в I-III XIX века распад еврейского народа достигает своего апогеи. Одним из симптомов болезни нации – это было явление ненависти к самим себе. То есть, мы говорили, те, кто ассимилировались, те, кто становились крестьянами, те, кто становились атеистами. То есть, у них была ненависть уже к тем, кто ещё оставался в каких-то там своих традиционных обычаях. Если этот человек не каббалист, который существует на двух уровнях, понимает свой животный уровень, относящийся к любым народам мира, и духовный уровень, который возносит его над этим животным уровнем и призывает объединяться, если он не находится на этих двух уровнях, как называется, все прегрешения, то есть все разности между нами покроют любовь, если человек не довольствуется, не руководствуется этим принципом духовным, каббалистическим, то он в итоге всё равно находится в каком-то противоречии со своим народом. Еврей находится в противоречии со своим народом. Этих любит, этих не любит. В эту синагогу я хожу, а в эту ноги моя не будет и так далее. То есть всё это жиждется уже на противоречиях между всеми народами. Поэтому сколько есть евреев, столько мнений. Между всеми евреями есть такие же противоречия, как и противоречия между всеми народами мира. Потому что в них это остаётся. Животный корень в них продолжает существовать со времён древнего Вавилона. Ну, тут можно пример привести ненависти немецких и австрийских евреев к евреям восточным, евреям Польши. Об этом, кстати, пишет Баль Сулам тоже. А знаменитый немецко-еврейский психолог Курт Левин писал уже из Америки, когда он уже бежал, в 1939 году. Он пишет так, что человек, который не идентифицирует себя с еврейством, но в глазах остальных евреев является, будет с неприязнью относиться ко всему еврейскому, вплоть до ненависти к самому себе, ведь еврейские черты – это то, что мешает ему слиться с удачливым большинством. Ненависть к самому себе возникает из чувства неполноценности из-за того, что еврей смотрит на себя глазами нееврейского большинства, из-за страха отличаться от большинства, быть другим. Естественно, он будет стараться быть более немцем, французом, англичанином, чем сами немцы, французы, англичане. Это мы и видим. Ну, как бы причина внешняя, да. Он говорит, что это мешает слиться с удачливым большинством. Хотя интересно, что евреев всего было меньше одного процента в Германии. То есть полмиллиона всё было, а население Германии было 60 миллионов человек. И смотрите, какое огромное влияние. Еврейский философ Теодор Лессинг в 1930 году он издал книгу «Еврейская самоненависть». Он констатирует такое плачевное состояние современного еврейства. Он говорит, что сегодня народом руководят уже неправедные, руководят неправедные мудрецы, а скорее организуют народ адвокаты и крупные банкиры. То есть это уже время, когда было… То есть мы рассматриваем с вами историю с точки зрения разобщенности или объединения евреев. Мы сейчас хотим показать, что какая была разобщенность в Германии. И пытаемся связать и каким-то образом показать, что вполне возможно, что это явилось причиной катастрофы. Катастрофы, да. Ну, это одна из теорий. Понятно, что причин наверняка было много, но вот с точки зрения кабалы пытаемся привести… То, что пишут каббалисты, это так. Что ещё можно сказать? Что по данным Национального объединения евреев в Германии с 1933 по 1941 год только из Германии выехало где-то около 350 тысяч человек. То есть практически большинство с полумиллиона выехали и всего лишь около 50 тысяч приехали в Израиль. На землю ещё не было тогда государства. И здесь хочу сказать, что тут появляются ещё новые движения, сионистские движения и революционисты, и Сахнут, то есть еврейское агентство, между которыми тоже возникают огромные противоречия, вплоть до того, что… Кстати, нацисты, они очень сотрудничали с сионистами, они любили сионистов, насколько это сегодня странно может слышать. И особенно не революционистов, главой которых был Жаботинская, а именно Сахнут, которым управлял, одним из членов его был Орлазоров, которого в конце концов убили в Тель-Авиве после соглашения, которое было заключено между Германией и, это называется, с кем-то вора, тогда между Сахнутом. То есть и между ними тоже была огромная война. То есть одни считали, что надо делать бойкот, нужно каким-то образом вообще никаких соглашений с нацистской Германией, а другие считали, что надо вести переговоры, и вели переговоры, и даже здесь были представители нацистской Германии, и, в общем, пытались всяческим путём отсюда каким-то образом решить этот еврейский вопрос. То есть давали деньги, способствовали всячески для того, чтобы вывести евреев и Германии, и евреев из других стран. Здесь вопрос, откуда у немцев такая была, во-первых, такая непонятная ненависть к евреям, что они даже были готовы оплатить им всё для того, чтобы их просто выдворить из страны. Чем они так уже мешали? Ну, 1% населения. Но зато какой 1%? Это же не 1%, который растворяется в течение нескольких десятков лет. Это 1%, который не растворяется. Если ты копнёшь нацистскую верхушку Германии, ты найдёшь там огромное количество еврейской крови. Это парадокс. Они их пытались раствориться, они хотели встать, как все. Их даже искали, до 12% еврейской крови искали. Какая там еврейская кровь? О чём мы вообще говорим? То есть 300 лет назад шли. 300 лет назад, в 1600 году у тебя какая-то бабка была, или дед, всё, уже ты не мог быть в нацистской Германии. То есть до маразма доходило? Откуда это? Это духовная сила. Ничего не сделаешь. Тут объяснений очень мало на эту тему. Да, что-то мистическое получается. Ненормальное. Ненормальное. Так оно и есть. Это и сопровождает весь этот народ. Потому что он привязан к духовной силе природы. Ничего не сделаешь. Но нацисты действительно в течение долгих лет пытались избавиться от евреев всеми возможными путями, не щадя ничего и не жалея денег, сил. Они ездили, уговаривали, предлагали всё, что только можно, чтобы вывести этих евреев из Германии и освободить страну от них. А евреи были, конечно, цеплялись за это, как за нечто особое. Во-первых, это язык. Не надо забывать, что и идиш, это же немецкий диалект. Но это всё. Германия – это центр Европы. Евреи там очень издавна вселились и очень крепко впитали в себя, очень сильно, глубоко впитали в себя эту немецкую культуру. Да, мы говорим, с V века. То есть они там практически полторы тысячи лет прожили в Германии. Да. Тем более Германия, она не была такой ультрарелигиозной, как Франция, допустим, или Испания. Да, там не католики были, а протестанты. Да, и поэтому это всё было более дружелюбно к евреям, на самом деле. Не было таких огромных эксцессов антиеврейских, как было в Испании, или во Франции, или в Англии. Там сжигали, сгоняли евреев в синагогу и сжигали их живьём. Этого не было. Да, но то, что начиная с прихода немецко-гитлеровских нацистов к власти была просто государственная такая политика уже. То есть запрещали работать на государственных постах. Но всё равно это было официально. Немцы, они очень пунктуальны. Если есть такой закон, значит они его соблюдают. Если нет, не соблюдают. И поэтому, если ты находишься в рамках этого закона или каким-то образом к нему относишься, то тогда с тобой всё в порядке. Просто это я изучал в университете. Там столько было всевозможных ограничений, которые были введены на уровне государства. Практически нельзя было работать ни адвокатом, ни в армии, нигде. То есть все места, и всё равно это каким-то образом удерживало евреев. Поэтому сегодня, когда я иногда читаю ваши посты, вы призываете евреев объединиться, иначе будет так-то, так-то. То есть то, что сегодня евреи ощущают, и то, что тогда ощущали, и это не повлияло, то сегодня это кажется смешным. То есть что там? Где-то какой-то антисемитский, где-то кто-то кого-то что-то сказал. Тут, говорится, на уровне всего государства просто было, как написано, вход евреям запрещено, евреям собакам там ещё. Ну, представляете, какое-то унижение, не работать вообще ни на каких работах, везде тебя увольняют, никаких прав у тебя нет. И это всё равно, и при всём том, что вот есть такой Леопольд фон Мильштен, это первый австрийц, вступивший в СС. Он посещал конференцию германских сионистов, он не гнушался общаться с лидерами, он был, в принципе, здесь семьями, они отдыхали здесь, в земле Израиля, и он, в принципе, был ответственный за этот эскемом Аавара. То есть это соглашение о переезде евреев, создании банков и так далее, чтобы всё это перевозить, потому что это же принадлежало Англии, они тогда воевали, Англия, Германия. Это вплоть было практически до 1941 года. И всего лишь только 50 тысяч смогли уехать. С другой стороны, мне понятно, почему евреи не хотели сюда ехать. Тут тоже было не сладко, тут арабы были, погромы были, и ничего не было, в принципе, здесь. То есть если ты там сейчас адвокат успешный или промышленный, тебе надо сейчас ехать сюда, и что, заниматься земледелием, опять вернуться в Доношеры? Ну, нам всё равно не понять те времена, а на будущее это тоже не поможет и не остановит. Да, вот это у меня вопрос. На что вы надеетесь? На что у вас есть какой-то план? У вас есть какой-то план? У меня есть план по вдохновлению всех евреев в мире понять, что мы должны между собой объединиться и показать этот пример объединения всему миру. Мы находимся уже совершенно в другой эпохе. Так что это совершенно не то, что должны были тогда евреи удирать из Германии или куда. Нам сегодня не надо удирать. Нам не надо никуда переезжать. Нам надо быть объединенными между собой духовно к единой цели, к общему объединению, для того, чтобы всё человечество за собой увлечь. Это уже совсем другая эпоха, другая цель, другой период. Вот интересно, что ещё в XIX веке выдающийся немецкий философ Людвиг Фейербах, он писал так. «Свои особенности евреи сохранили и до настоящего времени. Их принцип, их Бог, есть самый практический принцип в мире. Эгоизм, и при том эгоизм в форме религии. Эгоизм есть Бог, не дающий своих слуг на посрамление. Эгоизм есть по существу монотеизм, поскольку он имеет целью только одно – себя самого». То есть, он так говорит, что в это время у евреев Бог уже был этот эгоизм. Пример, как может понять человек суть еврейской религии совершенно наоборот. Ну, это естественно. То есть, он видел этот монотеизм именно в культе эгоизма, «себя люби». Ну, в принципе, это обратная сторона. Да. Вопрос такой. Объясните, а что у других народов эгоизм разве не является Богом? То есть, в принципе, что здесь такого? Всё тривиально. У других тоже эгоизм, себя любя везде. Это и в религии, и в светской. Дело в том, что, если ты возьмёшь евреев, даже сегодняшних, которые там где-то в Америке или в Европе растворяются, растворяются уже не первое поколение, и мы даже не знаем о том, что у них кто-то там есть евреи или нет. Люди догадываются. Есть какие-то определённые черты в поведении, в общении, хотя этот человек совершенно отдалён от еврейства, и у него нет никакого нееврейского воспитания, уже несколько поколений и так далее. Всё равно, приглядевшись, ты можешь увидеть в нём еврея. Ты даже можешь обнаружить в нём, он относится к народу Израиля или к левиим, или к коаним. Даже так люди видят. Далее, от него это никуда не уйдёт, не уходит. Где-то в общении это проявляется в таких движениях, выходках каких-то, что сразу видно, что это почему-то, это, наверное, еврей. Хотя он может об этом и не знать. Кто так может определить? Есть люди, которые это чувствуют. Потому что, на самом деле, сегодня ситуация в Америке очень похожа на то, что было в Испании 500 лет назад, на то, что было в Германии. Сегодня тоже более 50% браков, они смешаны. То есть, идёт очень сильная ассимиляция. Интересно, для меня был факт, что большая половина евреев, которые живут в Америке, ни разу даже не были в Израиле. Конечно. Ни одного раза. Да? Вообще не хотят никаким образом быть связаны. Да, конечно. Вопрос такой. Неужели вы хотите сказать, что народы мира так уж ждали уже от евреев каких-то моральных принципов? Единство, альтруизм, показать это? Мы должны здесь понимать, что есть животная жизнь, которой живут все народы мира, включая и евреев современных, и несовременных, тоже неважно. И есть текущая под ними особая сила природы, которая всех их устремляет, и евреев, и неевреев, к одному общему знаменателю, к одной общей цели. Там, где они соединяются между собой, причём евреи должны возглавить это движение, народы мира должны устремиться за ними, и все они вместе должны прийти к силе единства, любви, взаимности и так далее. Так что эти два течения, они находятся одно над другим, внизу животное, и сверху выше над ним, это духовное. Так что от этого никуда не уйдёшь. Если мы, не понимая этого, не участвуем в этом, это не значит, что этого нет. Наоборот, страдаем от того, что мы не осознаём эти силы природы, которые нами управляют. Поэтому, если мы начнём разбираться в этом, и в наше время это уже доступно, через науку Каббала, которая является истинной внутренней методикой развития и евреев, и всего человечества, то тогда мы поймём вообще замысел творения, замысел развития человечества, почему оно таким образом создано, что становится с евреями, вообще, что происходит с ними. То есть, как говорил Эйнштейн, найти решение в решении проблемы на том уровне, где эта проблема возникла, невозможно. Только если понять, что что-то высшее существует, то есть, какие-то тенденции в природе, какая-то цель есть у природы. Если это чётко не понять, то смотришь на этот мир, непонятно, как люди могут вообще, как два эгоиста могут найти общий язык. Тем более, что мы как раз сейчас перейдём к последней нашей теме, это пророчество катастрофе. То есть, то, что было перед катастрофой, это действительно такая разобщённость была, что больше её только можно сейчас это видеть. Сегодня ещё это больше происходит. То есть, ревизионисты с еврейским агентством не ладили, и австрийские, германские евреи с евреями Восточной Европы, и атеисты, и коммунисты, и кого тут только не было. В общем, все, и реформисты тут ещё. В общем, понятно, что найти решение было невозможно, и поэтому многие, естественно, понимали это всё. И вот так писал раби-мэр Симха Коэн из Двинска. В книге Меших Хохма он писал так, что «Когда евреи решат, что Берлин — это Иерусалим, придёт на них беда именно от жителей Германии, к которым они так хотят приблизиться». Жаботинский в 1938 году писал, что «Вот уже три года, как я умоляю вас, евреи Польши, венец мирового еврейства, обращаюсь к вам неустанно, предостерегая вас, что катастрофа уже близка. Волосы мои побелели, а сам я постарел за эти годы, ибо сердце моё стекает кровью от того, что вы, дорогие братья и сёстры, не замечаете вулкана, который скоро начнёт извергать уничтожающее пламя. Передо мной стоит ужасное видение, у вас всё меньше и меньше времени на спасение». То есть люди каким-то образом чувствовали всё это. Тем более, тогда-то связь была, СМИ на каком уровне находилась. То есть вся эта информация была достаточно непросто. Евреи не хотели её распространять? Ну, тоже, да. Как и сегодня, кстати, тоже всё, что происходит в мире, все эти антисемитские настроения и тенденции сегодня тоже замалчиваются. По крайней мере, в Израиле об этом практически не говорят. В Израиле одно говорят, «А, хотят, пусть сюда приезжают, а то, что там, неважно». Ну, я хотел бы спросить вас так, что есть также сведения, что Баля Сулям пытался вывести евреев из Польши. Не помню, в каком-то году были, и мы знаем, что там больше всего евреев погибло, более трёх миллионов. Что вы можете об этом сказать? В каком году это было? Как он пытался это сделать? Я не знаю точно, в каком году. По-моему, это в 1936-м, или я не знаю. В 1920-м он уже был здесь. Нет, неважно. А, то он оттуда уже. Он оттуда уже, из Израиля, поехал в Польшу, пытался там что-то сделать, выступать перед поляками. Ну, конечно, вернулся обратно, убедившись, что это невозможно. Польша – это очень католическая страна, антисемитская страна. Хотя поляки понимают евреев и жили столько веков вместе, но это не имеет значения. Всё равно сами евреи польские не готовы были служить Баля Суланова. Нет, вы как-то говорили, что он пытался вывести евреев, пытались даже заказать караваны. Это ещё когда он был в Варшаве. Ну да, я вот про это время говорю. Это было ещё в 1920-х годах. В 1920-х, да. И тогда против него объявили бойкот ему. Да, и он должен был оттуда бежать. Равины же не хотели. Да, должен был оттуда бежать. То есть ещё в 1920-х годах он уже знал, что надвигается. Да, конечно. И не только он. Есть ещё несколько крупных таких религиозных авторитетов, которые призывали к этому, но их не слушали. Ну, евреи обычно идут в свою синагогу или куда-то спрашивают у своего раввина, который там, а тот его успокаивает. Ну, вот сегодня разобщённость на мире, как я уже говорил, в Израиле более сильна, чем сто лет назад. Мы даже не можем сегодня выбрать премьер-министра. То есть сейчас идём вот скоро на вторые выборы, и тоже непонятно, непонятно, к чему это приведёт. Это действительно страшно. Вопросы... Мы делаем вот эти вот передачи. У меня тоже такой вопрос вдруг возник. Я вижу, что из истории ну, никогда ничему никто не учится. История. То есть это такая неблагодарная наука, которая... Нам надо надеяться на историю. Нам надо просто объяснять в своём поколении. И я надеюсь, что наше поколение как-то всё-таки начнёт слушать. Я обязан это делать. У меня нет с этим никаких проблем. И я не разочаровываюсь, глядя на историю, что я тоже не смогу ничего сделать, и все мои труды пропадут зря. Ничего не пропадает зря. Надо всё равно выполнять своё предназначение. Надо это делать. Если ты можешь спасти хотя бы одного человека, не говоря уже про огромные массы людей, и вообще про всё человечество, которое сегодня ищет и не знает вообще, куда идти, а ты можешь каким-то образом всё-таки как-то указать ему путь, как высоко говорят, а громко, но всё-таки в чём-то, как-то кого-то направить, и общее движение, чтобы оно было более к высшей цели, к более мягкому движению народов вместе и так далее. Сегодня место Германии заняла Америка, и евреи в ней проделали практически тот же путь, что и в Германии, что и в Испании. Всё возвращается. Всё возвращается. И они не просто американцы до мозгов и костей, они также хорошо устроены, не мыслящие себе где-либо другого места, кроме Америки, но вдобавок к этому они ещё и презирают Израиль. То есть сегодня начинаются такие уже тенденции, что многие вообще не хотят никаким образом себя ассоциировать с Израилем. Да. Это то же самое, что было с Германией, и у них будет возможность выбраться из Америки, и они не будут воспользоваться. Тогда не было государства Израиля. Сегодня есть государство, и к нему такая неприязнь. Они не будут никуда уезжать. Даже из Америки не будут никуда уезжать. Хотя можно ехать в любую другую страну и так далее. Не будут. Я просто пытаюсь понять сама с вашей точки зрения, что такое ассимиляция. Ведь ассимиляция – это не просто, что человек соблюдал какие-то традиции, а сейчас он перестал их соблюдать традиции, и вот стал такие, как все. А в чём, вы считаете, в чём ассимиляция? Корень его внутренней... В том, что они уходят в природу других людей, обществ и религий, и не хотят слушать о своём предназначении и о своём долге перед всей цивилизацией. Евреи всем должны, исходя из того, что нам объясняет наука Каббала. И если они не занимаются тем, чтобы вернуть свой долг, а народы мира чувствуют, что евреи им должны, и что они их обкрадывают, если евреи этим не занимаются, не стремятся выяснить даже для себя, то тогда, естественно, приходит расплата. То есть, в принципе, мы говорим здесь с точки зрения Каббала, это вообще такое глубокое понятие. Мы говорим о внутренней ассимиляции. То есть, внешняя ассимиляция – это уже явление второстепенное, но внутреннее, когда некогда, когда евреи были альтруистами, то есть, обладателями какой-то методики, которые могли объединить другие народы, вдруг впали в эгоизм. Это называется ассимиляция, как и, в принципе, с точки зрения… То есть, народы мира – это и есть… Исраэль есть народы мира, и стали такими же эгоистами, как и все остальные. А от них требуются, естественно, какие-то уже другие… Духовный подъем. И уже как следствие этого, естественно, меняются традиции, переходят с одной в религию в другую, это уже внешние проявления. Да. Окей, хорошо, мы тогда с вами продолжим дальше. Мы остановились на катастрофе, мы не будем затрагивать эту больную тему. Так всем понятно, причины понятны. Мы дальше пойдем уже в образование государства Израиль на следующих уроках, и что здесь происходило вот в этот период. Спасибо, с вами прощаемся, оставайтесь с нами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин